Дорогие друзья, коллеги, с вами снова Евгения Таро. И сегодня я хочу вас познакомить с таким раскладом, который называется «Как он ко мне относится». Да-да, когда вы будете работать с клиентами, вы очень часто будете сталкиваться с такими просьбами, вопросами и заказами. То есть люди очень часто хотят знать, как к ним относится тот или иной человек. Будь то там любимый человек, или коллега по работе, или начальник, мама, папа, кто угодно, собственно говоря. То есть можно посмотреть отношение к человеку, любого человека из его окружения. Единственное условие, они должны быть знакомы. То есть нельзя смотреть, как относится к вам Кира Найтли, к примеру. Был у меня такой случай. Кстати, в практике молодой человек как-то обратился ко мне с таким вопросом. Оказалось, что девушку зовут Кира, а впоследствии, когда расклад уже был сделан и проанализирован, и рассказан, оказалось, что ее фамилия Найтли. Да, вот такие есть чудеса в нашей с вами жизни. Итак, давайте посмотрим, как делать такой расклад, что он из себя представляет и какие позиции включает. Ну, давайте посмотрим на живом примере. Допустим, как товарищ А относится к девушке Б. Для примера, конечно. Давайте не будем серьезно воспринимать мои шутки. А приступим к делу. Так, потасовали, сняли и раскладывали. Первая позиция ответит нам на вопрос, что думает молодой человек о девушке. Каковы его мысли о ней. Вторая карта ответит на вопрос, что он к ней испытывает, какие чувства. Третья расскажет о том, каково его поведение по отношению к ней, что он делает. Карты с его стороны расклада. Четвертая и пятая. Расскажет о том, что он собирается предпринять, какие действия, что он вообще как бы думает делать. Шестая и седьмая. Это карты со стороны девушки. То есть, какова ее реакция будет на действия молодого человека. Карта сверху будет означать планы и стремления молодого человека. А карта снизу ответит на вопрос, каковы же перспективы дальнейшее развитие этих отношений. Ну что ж, давайте посмотрим. Мысли молодого человека о девушке. Семерка кубков. О, он о ней мечтает. Фантазии, мечты, иллюзии и так далее. Вторая карта расскажет нам о том, что он чувствует, какие чувства он испытывает. Испытывает он к ней чувство ревности, судя по четверке Пентакли. Каковы же его действия? Выпала карта суд, которая еще имеет значение как возрождение. Я думаю, что он хотел бы призвать ее к отношениям. Если отношения были раньше, то он хотел бы их возобновить. Посмотрим, что с его стороны расклада. Что он собирается предпринять. А здесь вот две карты. Одна из них влюбленные, другая пятерка Пентакли. Эти карты могут говорить о том, что он вроде бы как бы настроен даже на брачные отношения. Пятерка Пентакли это одна из брачных карт. Но у него есть выбор. Он не уверен пока что, какое решение он должен принять. Об этом говорит карта влюбленные. Какова же будет реакция девушки на такое вот его поведение? Здесь выпали шестерка Пентакли и семерка Пентакли. Что ж, тут можно ответить вот что. Что девушка пока что в ожиданиях. Она не предпринимает активных действий, не проявляет особой инициативы, а просто вот как бы смотрит, наблюдает за молодым человеком. И что же будет дальше? Ну и чем это все дело, значит, закончится? Что ты мне еще там покажешь и так далее. Шестерка Пентакли говорит о том, что она готова в принципе вкладывать в эти отношения какие-то свои усилия. То есть она готова что-то инвестировать в их развитие. Будь то время, будь то внимание какое-то, будь то какие-то конкретные действия. Но она готова их инвестировать. Ну а что в планах молодого человека? Здесь выпала девятка мечей. Ну вообще-то это девятка не сулит нам ничего хорошего. В планах у молодого человека какие-то болезненные переживания. Ну собственно говоря, депрессняк. Видимо потому, что что-то как-то тут у них не складывается. Ну и чем будет сердце успокаиваться и как будут развиваться события? В общем, каков итог всех этих телодвижений, так сказать? Это восьмерка мечей. Карта очень неоднозначная. И скажем так, она может означать как заключение брака, так и собственно говоря, захождение ситуации в полный тупик. То есть в принципе здесь вариантов может быть много. И для того, чтобы делать уже какие-то окончательные выводы, придется, видимо, доставать к этой карте еще какие-то дополнительные карты, дабы они разъяснили нам ситуацию. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Достанем еще одну карту и еще одну. Ну вот, пожалуйста. Теперь немножечко яснее все становится. Мы видим, что выпал отшельник и паш мечей. В общем, ничего хорошего из этих отношений в итоге не выйдет. Они зайдут в тупик, люди разойдутся. И хорошо бы, если бы даже без ссоры это дело обошлось. Скорее всего, без ссоры дело не обойдется. То есть паш мечей несет как бы такие немножечко разборки в отношениях. Вот такой вот незамысловатый расклад. Но очень хорошо и качественно нам показывает всю ситуацию между двумя людьми. На этом все. Раскланиваюсь, друзья мои. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok